добрый вечер дорогие друзья посмотрите какой у нас красивый закат сегодня вечер 7 января рождество я вижу свою занавесочку получается красота красивая у соседей смотрите какой пар идет из трубы это газовая труба по идее это просто ну вытяжка из дома никакой не дым а просто на фоне вот такого заката красивейшего заката даже камера с ума сходит не знает как есть фокусироваться посмотрите какая красота ой ну очень красиво тишина ветра практически нет собачка где-то гавкает и вот такой красивый закат здесь монка посапывает ну а я вам хочу показать как же выглядит занавесочка когда на улице уже вечер то есть вот с этой стороны посмотрите какая красота вы мне там писали сегодня что можно было бы сделать вот эти цветочки не так густо ну то есть ни один рядок между ними вверх пропустить а несколько друзья у меня была такая мысль была честно признаюсь и я хотела даже ну сначала вот сделать вот так как они идут там несколько рядочков ну допустим вот раз два три четыре там пять рядочков а дальше вот этот ряд увеличить то есть не ряд там а 23 сделать между цветочками и сделать их пореже вверх да так бы наверное тоже было бы красиво ну а сейчас уже наверное это не очень удачно если дальше пойти редко то это как-то будет не очень красиво смотреться то есть пропорция уже прошел тот момент когда это можно было сделать поэтому я не буду это делать вот как идут они вот так и идут но хочу сказать что видимости и так хороша вот мой любимый фонарь зажегся смотрите какая зимняя сказка как же я люблю именно вот такое когда еще не совсем темно именно вот это вот время эх пойти бы посмотреть как это смотрится с улицы просто мне интересно когда в доме горит свет как это будет смотреться с улицы и еще хочу снять именно днем вы мне там писали что с улицы будет очень красиво смотреться и взгляды будут прикованы к вашим окнам но вы знаете я сама люблю честно говоря смотреть по чужим окнам особенно люблю когда люди не успели закрыть шторы и мне очень интересно да признаюсь я такая люблю подсматривать как живут другие какая у них там обстановка но для того чтобы может быть что-то подчеркнуть для себя понравится какая-то идея может быть это и не скромно но я действительно люблю смотреть по окнам конечно не так навязчиво что там остановилась и смотрю мельком так это невзначай но мне нравится подглядывать что же там творится у людей за окошком ой но мне друзья очень очень нравится просто прелесть прелестная когда будет вторая шторка тоже будет думаю красиво как-то дом приобретает в деревенский стиль хоть и современно все сделали мы с лёшиком но вот эти шторки все-таки наверное подчеркивают что это дом не где-нибудь это не квартира что это деревенский дом где-то в провинции вот такая красота так что вяжите ничего не бойтесь вы мне там пишите ой я на такое не решусь слишком много да и ничего здесь и многого я хочу сказать может быть потому что инструмент хороший у меня кловер как говорят спицы аги сами вяжут вот так и для меня крючок кловер который тоже самостоятельно вяжет там хрустит это пузька пришла погрызть своих сухариков вот красота так что свяжите сейчас зима торопиться некуда и главное подобрать крючок к вашей пряжи я имею ввиду размер крючка но и сам крючок немаловажно друзья хорошим крючком и быстро вяжется вы мне там пишите вы вяжете как машина ну наверное потому что у меня хорошие инструменты что крючки что спицы и вязание доставляет действительно удовольствие сам процесс для меня важен например сам процесс я вот как-то задумывалась что для меня важно результат ну конечно само собой но когда вещь связана они и забываешь а вот наслаждение получаешь конечно же именно от процесса поэтому моя политика такая что нужно вязать в удовольствие и хорошими инструментами все таки я решилась отдела фуфайку штаны теплые решилась пройтись показать вам как это смотрится со стороны улицы ну а сейчас показываю как это смотрится при ярком ярком свете я включила люстру верхнюю здесь у очень-очень яркий свет несколько положений так скажем света я очень довольна этой люстрой вот так одним щелчком меняется свет видите вот сейчас более теплый вот так вот вообще приглушенный ну и сейчас будет самый яркий вот и давайте пройдем все таки на улицу и посмотрим как же это будет смотреться с улицы уже очень интересно и заодно сейчас вам покажу как здесь дедушка мороз пробрался в нашу терраску во-первых посмотрите какие узоры здесь окно полностью полностью замерзла в том году кстати друзья не было таких морозов и посмотрите как мороз прокрался в нашу дверь вот почему важно в деревенском доме иметь терраску чтобы вход в дом был не сразу эта ошибка вот людей которые но не понимают что в деревне так нельзя морозы должна быть какая-то холодная комната то есть не сразу вход в дом так ну ладно сейчас не знаю включить свет на улице не включить давайте включу обоих сейчас вот эти черзовые сапоги которые лёша привез со своей работы и они так хорошо пригодились давайте сходим посмотрим все таки ох как скрипит снег слышите ой какая красота очистим очистила пузька почистила снежок сосульки висят на вытеске ах как приятно стрибит снег ой какая красота там на закате ну-ка ну-ка как со стороны это смотрим ой какая красота друзья но вам к сожалению нифига не понятно сейчас приду посмотри пока покажу поближе глаз там увидит совершенно по-другому то что вы видите наверное нифига вы не увидите то что вижу я очень красиво смотрится с улицы очень красиво да я рада что я начала вязать эту красоту так что вот так это смотрится классно сейчас приду и буду продолжать очень красивый закат ну и опять на мороз вот у меня уже рука отмерзла снег скрипит на улице холодно а в доме так тепло и уютно ну что же пойдем дальше вязать сейчас закроем закроем не закроем не закроем вот посмотрим в оборот что там творится ой как же скрипит снег ветерок то есть теплицу порвало полиэтилен какая красота друзья это обалдеть да я ошиблась ветерок то здесь такой приличный ну очень красиво не могу поймать ракурс вот это рождество это просто сказка это просто сказка друзья нет это ни в какое сравнение не пойдет с квартирой на этажах смотрите какое окошко как замерзла в общем захожу да зайти с такого мороза в комфортный дом друзья ох как сразу начинаешь ценить то что ты имеешь ну как же хорошо сразу так жарко прям хочется газ убавить но это просто обманчиво это с мороза ну кстати я прибавила все равно газ прибавила поставила на 55 в такие морозы пусть немножко котел поработает коты если бы вы знали как у нас здесь хорошо как у нас уютно и тепло ну по улице тоже пройтись ой прям классно как же хрустел снег под ногами что Кузьма ты уже решил посмотреть в окошко ну посмотри посмотри там очень холодно Кузька я и второе окно кстати друзья тоже положила сюда плед все здесь поподтыкала хоть мы там и герметиком замазывали но все равно по весне будем снимать этот водоотлив заново запенивать и замазывать ну специальный как же называется все время забывают ну в общем специальная штукатурка которая по для пены не только пена а стис что ли или сти как-то так называется так что до весны и все будем переделывать ну а здесь у нас счастливое семейство шпулька до сих пор сосет мамочку причем у Маруськи есть молоко Анька мне говорила мам наверное там ничего уже нет нет молочко есть я как-то гладила Маруську по животику и ну видимо брызнула из соска и такое грубое стало шесть что ли так что у нее есть молочко и еще там на комментарии женщины пишет Лена посоветуйте у меня мама добрейшей души человек очень любит кошку и все покупает для нее а та ее кусает что же делать вы знаете я вам посоветую смириться с этим у всех кошек разные характеры и и этот характер никак не изменить это такая просто кошка просто ее любить до конца дней ее не советую я вам от нее избавляться потому что если мама ее любит я не уверена что так же ее кто-то будет любить еще вот поэтому нужно с этим смириться и продолжать любить ее дальше такая вот кошечка у вас с таким вот злым характером такое бывает так же как и люди разные бывают мы же тоже все разные есть добрые люди есть злые и перевоспитывать злых людей но это бесполезное занятие тем более если человек взрослый или кошечка тоже уже взрослая да и вообще с животными перевоспитать невозможно ну а у нас марусечка я думаю что ей тоже хорошо вот шполька у нас она у нас не злая нет я не могу сказать что она злая но она не любит когда ее гладят она сразу убегает она не любит сидеть на руках то есть она ну такая вот утром начинает просить кушать начинает там мяукать подходить ко мне так это даже на спинку ложится прям такая стелется я ее в этот момент вертихвостка называю вот прям хвостом вертит вот прям просит кушать как только поела вот в этот момент ее еще можно погладить как только она наелась все я ей не нужна погладить ее она не дает на руки ее взять нельзя в общем шкодина еще та любитель по шторам полазить но что делать она уже наша и мы ее также любим как и остальных кошек вот конечно у меня тоже есть любимчики это мой Монька его конечно невозможно не любить и Пусю тоже я очень люблю которая спит постоянно на мне и даже когда я ворочаюсь переворачиваюсь там она вот я так научилась переворачиваться что она даже с меня не слезает вот она ласковая девочка морозька тоже кстати своенравная но шпуля так это вообще это вообще отдельная тема вот особой любви у шпули к нам нет может быть потому что она родилась сразу на всем как говорится готовеньком и не сидела на морозе и не была голодной не прошла так скажем школу жизни поэтому может быть отсюда и такой характер а те коты которые с улицы у нас все подобрыши все буквально и пусть это вообще в плачевном состоянии на грани смерти к нам попало мы ее спасали но вот глазик так и не удалось нам один спасти ну слава богу один видит и хорошо вот эти уже понимают что такое жизнь что такое любовь то есть у них есть сравнение отсюда наверное идет характер хотя я не утверждаю может быть характер присваивается при рождении кто его знает ну вот немножко с вами поговорила немножко походили по улице ой типа тягузьки тягузьки красота то какая что дальше будешь сосать дальше будем мамочку сосать ладно а вот еще хотела вам сказать друзья вот эти вот тыквы ни одна не испортилась обязательно я еще такую не разбивала вот такой кругляшок вот смотрите уже новый год прошел а вот эти тыквы ни одна не испортилась я не знаю как она называется вот все целые и ни одна не стала гнить так что буду собирать семена очень хорошая тыква по поводу хранения ладно друзья немножко пообщалась буду заканчивать такое сегодня спонтанное видео все началось с заката интересно сейчас то там чего на улице нет сейчас уже ну хотя вон немножко видно полосочку ладно буду с вами прощаться я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была Елена Ситникова пока 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 Продолжение следует...